Драгоценное Драгоценное И давайте прочитаем вместе с вами Первый стих Бог Многократно И многообразно говоривший Издревле в пророках В последние дни Говорил нам В сыне Вы знаете, я Этот стих Много-много раз читал И как-то никогда особого внимания Не обращал Конечно, послание к евреям Удивительно тем, что Во всех других посланиях Обычно начинается Вот там Павел Или там автор Тем-то и тем-то Пишет То есть есть приветствие Слова какие-то Водные слова Обращения А в послании евреев Все начинается сразу Из таких Из таких, вы знаете, удивительных стихов Бог Многократно И многообразно Говоривший Издревле Отцам В пророках Вот в принципе Вот в этом стихе Есть все Для тех людей Которые хотят Чтобы Бог Говорил к ним Вот посмотрите Бог говорит Прежде всего Многократно Я специально смотрел В греческом тексте Это слово звучит так Полимерос Я думаю Многие знают Что поли С греческого языка Означает много А мерос Часть То есть дословно Это даже не совсем Многократно А многочастно То есть Бог говорит так Как будто Вот это все состоит Из множества 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 частей Я думаю Люди, которые Там Изучали Занимались Или сейчас занимаются Химией Конечно, вы знаете Что даже Существуют Такие Такое название В химии Вещества Полимеры То есть Полимеры Это вещества Которые состоят Из таких Больших молекул И эти большие молекулы Состоят из Многих 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 Маленьких Маленьких Молекул Мономеров Таких И вот эти Маленькие 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 Молекулы Они словно Вагон Они так вот Сцепляются Одна за другой Одна за другой Я даже Специально Приготовил Изображение Увеличенное Конечно же Вот это Молекула Полимера И она состоит Из многих 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 Молекул Которые Сцеплены Сцеплены И вот эти Маленькие Частицы Во множестве Составляют Что-то Общее И целостное Полимеры Являются Основой Всего Живого Я думаю Тоже Некоторые Помнят Что Полимеры Тоже Бывают Двух Видов Есть Полимеры Природные То есть Натуральные Полимеры Такие Как Смола Белки А есть Синтетические Созданные Людьми Пластик Резина Даже Мы называем Пакеты Полиэтиленовый Пакет Поли Состоящий Из многих Частиц Это Синтетические Полимеры И драгоценные Точно так же Если мы С вами Посмотрим На Божье Откровение Как говорит Бог Есть Природные Откровения То есть То что Бог Создал Природно Естественно Вокруг Нас Везде И для Каждого Человека Вот Посмотрите Если мы Откроем С вами 18 Псалом Здесь Псалмопевец Смотрите Со второго Стиха Говорит Небеса Небеса И до Предела Вселенной Слова Их Он Поставил В них Жилище Солнцу И оно Выходит Как Жених Из Брачного Чертога Своего Радуется Как Исполин Пробежать Поприще От Края Небес Исход Его И Шествие Его До Края Их И Ничто Не Укрыто От Теплоты Его И Здесь Смотрите Псалмопевец Не Просто Описывает Природу Он Не Просто Как Как Писатель Рассказывает О Полях О Лесах О Березках Псалмопевец Говорит О Славе Божьей И О Слове Божьем О Том Как Господь Говорит К Людям Как Он Вещает Он Вещает Через Своё Творение Через Небо Через Ночь Через День Вот Когда Начинаешь Вы Знаете Об этом Говорить У многих Христиан Сразу же Приходит Вот Такой Ну Интерес Падает Потому Что Слыша проповедь Как Говорит Бог Мы Конечно Хотим Узнать Вот Что-то Такое Вот Особенное Сверхъестественное И Удивительное Вот Кто-нибудь Приходит И Говорит Вот Вы Знаете Я Вот Там-то Там-то Был И Не знал Что Делать Вдруг Открыл Библию И У меня Прям Все Точно Точно И Все Таки Вау Как Это Здорово Прям В его Ситуацию Или Вот Там Что-то Кто-то Пережил Там И Книжку Написал Как он Духа Святого Прям Встретил У себя В спальне И Мы Читаем Это Все И Слыша Проповедь Как Говорит Господь Мы Не Просто Хотим Бога Слышать А Вот Нам Надо Его Именно Так Самым Удивительным И Особым Образом А Когда Мы Слышим Про Природу Ну Мы Думаем Ну Так Что Природа Природа Она Везде Как Написано Здесь Для Всех Языков Для Всех Народов Для Всех Людей Вообще А Мы Хотим Что-то Такое Уникальное Удивительное И Особенное Чего Ни У Кого Нет И Не Будет Вы Знаете Мы На Прошлой Один День Чтобы Просто Уехать Из Города Мы Уехали На Север Свердловской Области Там Просто Оставили Машину И Гуляли Мы Гуляли Весь День Я Хочу Одну Фотографию Показать Вот Природы Которую Я Просто Сфотографировал На Прошлой Неделе Мы Поднялись На Одну Из Гор И Вот Там Стояли С Семьей И Вот Вы Знаете Стоишь На Вершине Смотришь С одной Стороны Вроде Бы Это Просто Природа Просто Там Какие-то Леса Облака Вдали Какие-то Холмы Наши Уральские Что мы Горами Зовем Но Не случайно В Библии Очень часто Божье Присутствие Общение С Богом Связано С горами Не случайно Там столько Мест Возвожу Очи Мои К горам Вот Вы знаете Когда Поднимаешься Куда-то На гору Приходит Такое Ощущение Словно Вот Воздух Вокруг Такой Чистый Чистый Словно Даже Такой Разряженный И вот Удивительное Ощущение Простора И когда Вдруг В этом Начинаешь Пребывать То постепенно Величие Господа Оно Словно Обрушивается На тебя Я не знаю Переживали ли вы Подобные вещи Обрушивается На тебя И Бог Он Начинает Говорить К тебе Ты скажешь О Виктор Что же Бог Там тебе Сказал Вы знаете Когда мы Говорим Что вот Бог сказал Бог сказал Мы всегда Подразумеваем Какую-то Вот такую Речь Послание А Бог Часто Говорит Просто Как вот Присутствие Его Приходит Удивительное Внутри Неизреченное О чем пишет Апостол Павел Что порой Невозможно Передать И это все Словно Наполняет Тебя Наполняет Твой Дух Наполняет Твое Твое Сердце Я когда Там находился Я вдруг Четко Осознал Что так важно Когда вот Мы приходим Сюда И во время Прославления И Во время Во время Наших Молитв Молитвенных Собраний Вот достигать Такого Состояния Вы знаете Словно Прозрачного Прозрачного Воздуха Состояния Простора Порой Мы пытаемся Знаете Вот так вот Словно Давить Друг на друга Своими Какими-то Откровениями Давить Еще что-то Такое Я иногда Бываю Когда в церквах Особенно Когда такие Мощные Конференции Мощные Конференции И вот Там Обычно На мощных Конференциях Там просто Аккумулируется Все творческие Способности Церкви Там Прославление Хор Большой Музыкантов Много Колонки Так настроены И вот Звук Приходит И этот Знаете Звук Словно Пояс Начинает От тебя Нестись Сминая Тебя Просто Вот Такое Давящее Ощущение Понимаете О чем я говорю Да Вот Девящее Ощущение И когда Такой Звук И все Вот так Вот в одном Порыве И вот Такое Ощущение Вау Вот это Самые Сильные Свои Духовные Переживания У меня Были В другом Состоянии Когда На самом деле Вот Начинается Прославление И словно Не то Что на тебя Что-то Такое Несется Мощная Такая Волна Сметая Все На своем Пути А словно Знаете Простор Внутри Приходит И Свобода Словно Вот эти Рамки Стены Границы Уходят И Величие Наполняет Величие Нет Ничего Давящего Ничего Подминающего Тебя Под себя А наоборот Словно Расширение Приходит Величие И ты Просто Четко Четко Знаешь И не просто Где-то Здесь В голове А словно В духе Внутри Себя Он Здесь Когда приходит Это состояние Тебе Многое Становится Все равно Потому что Часто нам Хочется Бога Слышать Для решения Каких-то Конкретных Своих Вопросов Или проблем Я понимаю Что порой Проблемы Очень большие Нам нужен Ответ Но Бог Смотрит На нашу Жизнь Не просто Как На Какой-то Маленький Отрезок Пути Где ты Решаешь Свои Проблемы Когда Вдруг Ты наполняешься Им Ты порой Словно Поднимаешься Над всем И над всеми Этими Проблемами И это Не просто Вы Вы понимаете Я не хочу Вам сказать Там Природа Наслаждайся Там Всякими Березками И я вообще Не говорю О романтике Потому что Некоторые Подумают Ну наверное Пастор романтика Вот ему так Вот на природе Моя жена Знает Что я вообще Человек Чисто городской Я вырос В городе Я всю жизнь Прожил в городе Меня вообще На природу Надолго Не тянет Никогда И не тянуло Никогда Нет никаких Романтических Там Восхищений Лесами Полями Нет Никогда Не было У меня такого Это дело Не в том Что кто-то Более романтичный А кто-то Более Прагматичный Кто-то Любит Природу Кто-то Любит Город Не в этом Вообще Дело А дело В том Что вот Как уже В новом Завете В первой Голове Послания К римлянам 20 стих Павел Отрешиться От 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 Жизни И мы Часто Думаем Что Отдых Это Развлечение И Бывают Люди Так Отдыхают Что Потом После Этого Отдыха Им еще Нужно Отдыхать Куда-нибудь Уехал Далеко Далеко И там Такая Суета И все Время Там Какие-то Звуки Музыки И прочее Прочее Люди Словно Боятся Оставить Свою Привычную Среду Они Порой Даже Куда-нибудь Едут На Там На Пикник Куда-нибудь И они Открывают У машин Двери Врубают Слаза Музыка Бать Приходишь В лес И там Человек Приехал Он не может Без этого Находиться Люди Часто Воспринимают Природу Просто Приехали Там Надо Сейчас Срочно Шампуры Шашлыки Сейчас Что-то Надо Сплошная Какая-то Деятельность Тут Ты Ничего Не переживешь И не поймешь Но Когда ты Просто Едешь Потому что Ты Хочешь Через Рассматривание Творений Увидеть Его Я в последнее время Замечаю Что даже В принципе Вот Как здесь написано Вот в Ветхом Завете Что и ночь И день Знания Передают Можно Можно Наслаждаться Богом В каждом Закате Можно Видеть Его Вокруг Себя Просто Пребывать В общении С Ним Это не то Что Вот это Откровение Для тех Кто уже Вышел на Пенсию И вот Уже Выйдешь На пенсию Ну вот Уже И ходи Наслаждайся А мы Пока не можем У нас здесь Столько дел У нас здесь Столько забот В итоге Мы пропускаем То что Бог говорит Как Бог действует Мы не слышим Его Не слышим Его Но интересно Что Полимеры Бывают Не только Природные Есть еще Синтетические Полимеры Без них Уже Тоже В принципе Наша жизнь Современного Общества Ее трудно Представить Около Ста лет Назад Люди Стали делать Эти синтетические Полимеры Пластмассу Резину Там Всякие Пластик Пакеты И прочее 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 Уже Сейчас Без этого Ни машины Не едут Ни самолеты Не летают Ничего Сейчас даже Говорят Уже Продукты питания Без этого Немыслимы То есть То что сделано Людьми И вот Бог Когда говорит К нам Помимо Вот этого Природного Откровения Где мы Можем Видеть Разными Частями В закате В лесе В природе В окружающем Мире В облаках Точно Так же Бог Дает нам Части Своих Откровений Через Людей Это в принципе И есть Священное Писание И мы будем На библейских Курсах Подробно Говорить О священном Писании Но вот вы знаете Священное Писание Это в действительности Полимер В чистом виде Это словно Одна молекула К ней присоединяется Другая молекула Третья молекула Четвертая молекула И они словно Цепочку Составляют Бог не избрал Какого-то Особого Человека Чтобы через него Дать все Какого-нибудь Пророка великого Или еще Как в других Религиях Бог избирал Разных людей Авраам Давид Соломон Иов Исаия Иеремия Иезекииль Даниил Захария Малахия Иона То есть В Библию Написали 42 человека Не случайно Знаете Полимер Да я говорил Поле Много А мер Это частица Но у нас еще В нашем языке В русском Вот есть слово Мера Да тоже Отсюда происходит Все эти люди Имели Откровение В свою Меру Кто-то Больше Кто-то Меньше Естественно Когда мы читаем Новый Завет Евангелия У нас К словам Иисуса Христа Особенное Отношение Не потому Что другие Книги Как-то Не Бога Вдохновенные Мы верим Что вся Библия Бога Вдохновенная Правда же Но Мера От этого Вдохновения Она не Одинакова И когда мы Читаем слова Иисуса Христа Мы понимаем Что это Самая великая Концентрация Того что Бог открывал Людям Самая великая Самая сильная Да Слава Богу За пророков Там За Авраама Но мы знаем Что Там разное Бывает И у Давида Бывает разное И грехи были Но Сын Божий Он пришел У него не было греха Правда же И вот словно Вот эти вот Молекулы Они складывали В цепочку Одна за другой Одна за другой Одна за другой Одна за другой И возникло Слово Божье Как я сказал 42 автора На протяжении Полутора тысяч лет Они писали Но большая ошибка Думать Конечно Да Мы понимаем Библия Завершенная Книга Но большая ошибка Думать Что после этого Бог уже людям Ничего так вот Не говорит Не открывает Это неправда И после написания Библии После написания Священного Писания Бог продолжает Говорить К людям Бог продолжает Касаться Касаться людей И тут Опять-таки Проблема Что Мы порой Его не слышим И не только Его в природе Не слышим Даже порой В личных Откровениях Есть в Ветхом Завете Такая интересная История Давайте посмотрим Книгу Бытие 28 главу Когда нам Порой кажется Знаете Бывает что Бог Забыл нас Словно Вот эта вот Цепочка Прервалась И уже Новые частицы Не прибавляются И вот Десятый стих 28 глава Книги Бытие Иаков Вышел Из Версавии И пошел В Харам И пришел На одно место И остался Там ночевать Потому что Зашло солнце И взял Один из камней Того места И положил Себе Изголовьем И лег На том Месте Я не буду Об этом много И подробно Говорить Но Я думаю Большинство из вас Помнят В каком состоянии Находился Яков Он бежал У него все В жизни Рушилось Ну нормально Спать было Негде Вот он бежал И Он где застала Его ночь Там и ночевал Скажем так Не царские Палаты были Подушка Ему камень Сложил Вот Лег Там Подложил Камень Под голову Благо там Все-таки Не Урал Теплее Можно Не замерзнуть И вот Посмотрите И увидел Во сне 12 стих Вот Лестница Стоит На земле А верх Ее касается Небо И вот Ангелы Божьи Восходят И нисходят По ней И вот Господь Стоит На ней И говорит Я Господь Бог Авраама Отца твоего И Бог Исаака Землю На которую Ты Лежишь Я отдам Тебе И потомству Твоему И будет Потомство Твое Как песок Земной Распространиться К морю И к востоку И к северу И к полудню И благословятся В Тебе И в семени Твоем Все племена Земные И вот Я с Тобою И сохраняю Тебя Везде Куда Ты не пойдешь И возвращу Тебя Всю Землю Ибо Я не Оставлю Тебя Доколе Не исполню Того Что Я сказал Тебе Яков Пробудился От сна Своего И сказал Истинно Господь Присутствует На месте Сем А я и не знал И убоялся И сказал Как страшно Се место Это не иное Что Как дом Божий Это Врата Небесные И встал Яков Рано Утром И взял Камень Который он Положил Себе Изголовьем И поставил Его памятником И возлил И возлил Елей Наверх Его И нарек Имя Месту Тому Вифиль А прежнее Имя Того города Было Луз Вифиль Это И переводится На русский Как Дом Божий И вот Видите Ситуация Когда Вот он Бежал Ситуация Тяжелая Все Плохо Устал Решил Заснуть Обычное Совершенно Место Какой-то Камень Взял Совершенно Обычный Точно Так же И у нас Бывает Нам иногда Кажется Есть люди Им Бог Особенно Говорит Касается Их А у Меня Такая Жизнь Сплошная Суета То Что-то Куда-то Бегу То Наоборот В другую Сторону Иду И вот Все Как-то Так Проходит И где Бог Что же Он Там Не Говорит Чему Он Там Не Касается Меня Яков Был Такой Ситуации И он Уснул И во Сне Получил От Него Откровение Откровение От Господа Когда Он Проснулся Он Говорит Вау Воистину Господь На месте Сем А я И не Знал Мы Думаем Что Есть Какие-то Особые Места Где Почему-то Мы Всегда Не Оказываемся Мы Как-то До Них Не Доходим Вот Есть Какие-то Особые Места Вот Если Я Был Там На Особом Месте Либо Поехал Туда На Особенную Конференцию Или Еще Там Где-то Оказался Вот Бог Был Открылся Но Проблема В том Что Я Живу На Обычном Месте Как-то Богом Обойдем Нам Месте И Иисус Однажды Сказал Что Нет Никаких-то Особых Мест Он Сказал И не На Этой Горе И не В Рюжесалиме Но На Всяком Месте Будут Поклоняться Мне В Духе И Истине Важно Бог На Всяком Месте Находится Главное Настроиться Вот Это Внутреннее Состояние В Духе И В Истине То Что Мы Говорили С вами В последнее Время Вот Когда Вот Есть Внутренняя Честность Когда Ты Настраиваешься Честно Пред Господом Открываешь Своё Сердце Потому Что Чисто И Сердцем Бога Узрят Очищаешь Его Открываешь Перед Ним И Оказывается Что Ты Не Знал Бог Вот Там В твоем Месте Где Ты Находишься Там Где Ты Живешь Там Господь Находится Главное Настроиться Это Как Волны Всевозможные Мы Говорили С вами Однажды Здесь Все время Есть Волны Телезионные Волны Радиоволны Но Мы Находимся Здесь И Даже Не Знаем О Их Существование Мы Не Знаем О Чем Они Говорят Не Знаем О Чем Они Вещают Чтобы Это Узнать Необходимо Настроить Приемник Радио Или Телевидение Когда Ты Ставишь Антенну Настраиваешь Там Специально На нужную Чистоту Вдруг Появляется Изображение На самом деле Оно Не Появляется Оно Всегда Здесь Было И до того Как ты Принес Телевизор Оно Было Здесь Но Ты Его Не Видел И Ты Его Не Слышал Точно Так же Господь Находится Здесь Он Никуда Не Уходил Ты Поедешь После Собрания К себе Домой Бог Никуда Не Уходит Ты Придешь К себе Домой А Бог Уже Там И Он Не Пришел Туда Он Был Там Всегда Он Великий Он Всемогущий И Он Вездесущий Нам Необходимо Настроиться На Его Волну Настроиться Внутри Себя В Своем Сердце И Одной Вот Из Этих Настроек Это Очищение Мы Порой Не Можем Слышать Понимаете Бога Потому что У нас Столько Всевозможных Дел Столько Всевозможных Забот Мы Настроены Все Время На Что-то Другое Однажды Два Человека Шли По Центру Огромного Города Один Из них Был Такой Горожанин А другой Приехал Из Сельской Местности И Когда Они Проходили В центре Города Мимо Парка То Вот Этот Сельский Житель Сказал Вау Как Красиво Поет Цикада Горожанин Горожанин Пошел Пошел Парк Парк И Там Из Травы Достал Цикаду Горожанин Удивился Говорит Как Ты Смог Ее Услышать Почему Я Не Слышу Я Вроде Вроде Нет Проблем Со Слухом Горожанин Драгоценны Такой Он 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 В чем То В другом Находится Какие Ты Можешь Заботы Ты С Ним Говоришь И Он Тебя Так Вот Воспринимает Вот Так Вот И Как То Старается Улавливать Мысль Твою Но Он Вообще В нее Не Вникает Потому Что Внутри Он В Другом Как И Мысли В душе Его Так И Он Поэтому В Библии Написано О горнем Помышляйте А не о земном Некоторые Верующие Думают Что Это Место Надо Понимать Так Вот Мы Пришли Сюда И Вот Тут Мы Так На Два Часа Так Вот Все Сейчас Вот Я Настраиваюсь На Проповедь Пастора Сейчас На Бога Настраиваюсь На Библию Настраиваюсь И Ты Вот Сидишь Ты Все Можно Все Вот Эти Два Три Часа Собрания Просто Пытаться Освободить Себя От Бытовых Мыслей Ну С переменным Успехом Не Написано О горнем Помышляйте На Собрании А после Собрания О земном Есть То В чем Мы Пребываем Преимущественно И Оно Всегда Доминирует Это Это Как бы Несколько Неестественно Для тебя У тебя Настолько Пребывают Вот эти Земные Бытовые Мысли Что Даже Полчаса Утром Выделить Тебе Тяжело Не потому Что Потом как-нибудь пришел на собрание, услышал проповедь о молитве, думаешь, надо молиться все-таки. И опять садишься полчаса, и опять как-то все так не идет. Почему? Да потому что для тебя главная атмосфера — это земная. Вот это для тебя естественно. А эти вкрапления, мысли о горнем, они неестественны для твоей жизни. И постепенно земное их вытесняет, вы понимаете? Вытесняет. Либо земное вытесняет у тебя горнее, либо горнее становится для тебя естественным, естественным состоянием. И для тебя не проблема там молиться, а проблема как не молиться. Потому что для тебя молитва — это не обряд, не ритуал, не какое-то выделенное время. Потому что когда ты реально молишься, вот даже трудно сказать, а сколько времени в день ты молишься. Потому что для тебя молитва — это не вот то, что вот тут и вот тут. Выделил, тут полчаса и тут. Для тебя это какое-то состояние, которое в течение дня периодически возникает у тебя. Оно может возникнуть в транспорте там. Когда ты идешь, ты вдруг чувствуешь внутреннее обращение к Создателю и к Творцу. Когда ты уходишь вот в это горнее состояние. Бог говорит «полимерос» многими частями. Словно к одной части еще добавляется, еще добавляется, еще добавляется, еще добавляется, еще добавляется, еще добавляется. И второе слово, евреям, первая голова, первый стих. Бог многократно, мы говорили «полимерос» и многообразно, многообразно слово в греческом «политропос». «Тропос» — поле, то же самое значение, много, а «тропос» — это направление или поворот. Отсюда наше слово «тропа». Тропа. То есть Бог не просто говорит многими частями. Бог также, смотрите, говорит многими путями, многими, многими направлениями. Я вот тоже посмотрел в энциклопедии. Вы знаете, есть политропа такое, это линия на диаграммах, которая изображает политропный процесс. Можно вот? Вот пример. Вот политропы. Есть политропный процесс. Ну, не надо особо вникать в нечто такое термодинамическое, одно из термодинамических явлений, политропный процесс. Но вот сама линия, которая показывает, эта кривая, которая показывает, как процесс идет, называется политропа. Политропа. И вот посмотри сейчас вот в этот, на эту диаграмму, где изображены политропы. Вот Бог так говорит. Вот так. То вот так, а то вот так. То чувствуешь, вниз пошла, а тут смотришь уже вверх. Вверх понеслось. И опять мы не слышим, мы не замечаем. Смотрите, 42 глава пророка Исаии, 19 стих. Кто так слеп, как раб мой? Мы вот тут собрались с вами. Рабы Божьи. Можно быть рабом Божьим и при этом слепым. И глух, как вестник мой. Можно быть проповедником, пастором, глухим. На голос Божий. Кто так слеп, как возлюбленный? Так слеп, как раб Господа? Ты видел многое, но не замечал. Уши были открыты, но не слышно. Вот знаете, вот это место Иисус вспоминает, когда он рассказал притчу о сеятеле. Вот смотрите, Батфей, 13 глава, 10 стих. И вот к нему приступают ученики и спрашивают, для чего притчами говоришь им? И он сказал им в ответ, для того, что вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано. Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится. А кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Потому говорю им притчами, что они, видя, не видят, и слыша, не слышат, и не разумеют. И сбывается над ними пророчество Исаии, которое говорит, слухом услышите, и не разумеете. Глазом смотреть будете, и не увидите, ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их. И вот он показывает, почему мы слыша, не слышим. Смотрим и не видим. Вся проблема в чем? Проблема в сердце. Сердце у человека грубеет. Бог постоянно говорит к тебе. Вы понимаете, нет ни одного дня, когда бы Бог тебе не говорил. Как же я не слышу? Мы ехали сейчас на собрание. Мы ехали на собрание. Вот еду я, и наш двухлетний сын сзади сидит. И вот мы все едем, а он вот не как мы едет. Он замечает каждый трамвай, он замечает каждый грузовик, он замечает каждую машину, он замечает троллейбус. И вот я еду, и вот мы ехали около получаса, и он все время, автобус, папа, автобус, трамвай, динь-динь, трамвай, папа, поезд, ту-ту-ту, поезд, он все комментирует, он все видит. Особенно, конечно, когда мы проезжали мимо цирка, а там такая детская площадка, и там всякие вот такие надувные огромные звери, и он, о, папа, игрушки, папа, все замечает. Скажешь, а папа? А папа так вот едет. Он ничего не замечает. Папе некогда замечать. Он на проповедь едет, ему сейчас проповедовать надо. Он не может думать о трамвае, или о грузовике, или о тракторе. Это вообще счастье, если встретишь трактор. Это же целый трактор. Нет. Мы с тобой уже не замечаем. Наше сердце уже так, знаешь, ко всему привыкло, огрубело, мы вот так вот. Едем по делам, совершаем эти дела, сделали дела. Обратно поехали. Нам некогда. Вот Иисус об этом говорит, что я говорю к вам. Я вам скажу, каждый изгиб твоей жизни, это что-то Бог тебе говорит. Каждый. Покажи еще политропы. Каждый поворот. но мы настолько отрешаемся от всего, мы уже ничего не замечаем. Мы ничего не замечаем. Мы думаем, ох ты как, Вот что случилось. Воспринимаем все на внешнем уровне. Вот еще тут. Вот так вот. Видим и не замечаем ничего. Вроде какие-то звуки доносятся. А мы с вами ничего не слышим. Я во время молитвенного рассказывал, как я однажды пошел в лес. И вот идешь по лесу и смотришь, тут что-то дерево повалено, тут ветки, тут трава, тут что-то какая-то лужа. Вот идешь и все в каком-то беспорядке. И когда я шел, я начал молиться, просто иду внутри себя, начинаю молиться. И произошла такая вещь, которую я, знаете, наверное, на всю жизнь запомню. Я вдруг словно все вокруг себя увидел иначе. Я вдруг увидел во всем гармонию ничто, даже вот ни одно лежащее дерево, оно не случайно. Я вспомнил одно древнее изречение «Падает снег, и каждая снежинка на своем месте». Нам-то так не кажется. Мы не видим этого. поэтому важно настроиться, настроиться. Когда ты начнешь слышать его голос, это будет не просто меняющиеся какие-то события, и не просто какие-то чувства внутри тебя, ты вдруг увидишь Бога и в жизненных событиях, и во внутреннем восприятии, ты вдруг начнешь ощущать его. Знаменитые слова Эммануила Канта, который однажды изрек, что две вещи, которые меня восторгают, которым я не перестаю удивляться, это звездное небо над головой и нравственный закон внутри меня. Мы говорили с вами уже о природе, о звездном небе, и теперь давайте во второй главе послания к кремлинам посмотрим, вторая глава послания к кремлинам 15 стих, где Павел говорит, что они показывают, что дела закона у них написаны в сердце, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. Вот этот нравственный закон совесть внутри нас для меня это один из важнейших доказательств, что все здесь не случайно. Если бы над всем доминировали только законы выживания, законы эволюции, то совести бы не существовало, потому что жить с совестью намного сложнее. Вот представь себе, например, блокадный Ленинград, голод. И вот у человека появляется возможность стянуть кусок хлеба у ближнего. Как вам кажется выжить проще без совести или совесть? Без совести проще. На войне пойти первым или стать где-нибудь за спиной? Как проще выжить? Стать за спиной. Если бы эволюция доминировала, то сейчас бы вообще никакой совести не было. Все совестливые давно бы погибли, а последних совестливых написал бы апостол Павел. Помним еще людей с совестью. Но совесть продолжает существовать. Почему? Она не от нас. это словно что-то внутри. Бог говорит тебе через это что-то. Бог обращается к тебе. И каждый решает, буду ли я настраивать себя на этот внутренний голос и развивать свой внутренний слух. Или я буду заглушать этот голос. так и происходит со временем. Если ты заглушаешь голос внутри себя, ты перестаешь его слышать, перестаешь его слышать, перестаешь его слышать. И это не просто какой-то голос совести, это голос Творца. Ты Творца перестаешь слышать. Я с удивлением узнал, оказывается, что вот этот запах сероводорода, ну знаете, вот эта вот вонь, сероводородная вонь, человек ее воспринимает только если сероводород присутствует в малых количествах. То есть, если мало сероводорода, и ты чувствуешь, вау, как воняет. Но если сероводорода становится много, то рецепторы отключаются и человек перестает воспринимать. Это вообще обычно происходит, да? Когда бывает вот, я помню, ездили мы, когда к бомжам там кормили, ты приходишь, вот где вот они живут, и такой запах, а они сидят, вообще ничего не чувствуют. Они вот вообще, у них это уже отключено, они ничего не воспринимают. Когда у тебя приходят в жизнь какие-то компромиссы, ты воспринимаешь, что что-то внутри тебя говорит, ты запах чувствуешь, так не надо поступать. Но если ты все равно поступаешь наперекор голосу своей совести, то этой духовной вони в твоей жизни оставляется так много, что ты уже спокойно грешишь и не чувствуешь внутри себя никакого осуждения. Поэтому, когда верующие говорят, пастор, я вот так себя плохо чувствую, это хорошо, что ты себя плохо чувствуешь. Потому что наступает момент, когда люди уже грешат и вообще никакого осуждения, никакого осуждения. Вот это ужасное состояние, когда ты делаешь грех и внутри не способен уже воспринимать это. я читал про одного рецидивиста, который совершил очень много убийств. И вот на суде он рассказывал, что когда он впервые совершил, говорит, я не мог найти место, меня несколько дней буквально рвало, когда я вспоминал, что я совершил. Но постепенно с каждым новым и новым преступлением внутреннее осуждение уходило. И потом он уже мог убивать людей и внутри никаких переживаний не иметь. Слишком много уже этого внутри оказалось серого водорода. Человек не воспринимает поэтому драгоценное как слышать голос Бога? Чем больше ты воспринимая слушаешься, тем отчетливее голос звучит. Чем больше ты идешь наперекор внутреннему голосу, тем хуже ты начинаешь его слышать. Как я говорил на этом графике вот эти тропы, да, то вверх, то вниз. Порой в нашей жизни происходят какие-то такие повороты, которые мы вообще не хотели бы видеть, но что интересно, апостол говорит, что любящим Бога все содействует ко благу. Через любой поворот твоей жизни ты можешь услышать Создателя и услышать Творца. Каждая снежинка на своем месте. Каждая снежинка. Поэтому так сложно бывает, так сложно бывает, когда мы не настраиваемся на это восприятие. Не настраиваемся. И смотрите, второй стих, первая глава, да, значит, Бог многократно, Евреям первая глава, первый стих, Бог многократно полимерс и многообразно Политропас говорил отцам нашим, говорившей издревле отцам пророках в последние дни сии говорил нам в сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. И здесь интересно, что когда говорится о сыне, здесь в греческом языке даже нет артикля. То есть здесь словно Бог хочет показать, что в своем последнем откровении Господь говорит нам не в пророках уже, а в сыне, что намного больше, намного лучше. И мы, конечно, понимаем, что прежде всего здесь говорится о сыне Божьем, но мы можем также продолжить, а мы ведь с вами тоже дети Божьи. Не нужно завидовать пророкам Ветхого Завета. Да, они слышали, да, Бог говорил в них, то, что мы можем иметь с вами сегодня, несравненно лучше, иначе не было бы никакого смысла для Христа приходить, умирать за наши грехи, воскресать из мертвых, чтобы мы были оправданы, искуплены и усыновлены. когда мы с вами как блудные дети возвращаемся к небесному Отцу, Бог дает нам это уникальное качество. Он говорит в своих детях, в своих сыновьях и в своих дочерях. И безусловно, милые, этот настоящий духовный труд настраиваться, это определенное посвящение. Я одна и замечаю из главных вещей, которые делает дьявол. Дьявол делает нас неспособных на слышание. Мы хотим только говорить, мы хотим только вещать. Может быть, вам кажется, это довольно забавно слушать из уст проповедника. Но если бы вы знали, что наверное я вообще никогда не рвался на сцену, не рвался никогда говорить, я всегда с радостью, когда к нам приезжают гости и когда приезжают проповедники, мне нравится просто сидеть и просто слушать людей. Когда у нас в последнее время, из-за того, что мы сейчас выплачиваем за это помещение, остаток кредита, и мы уже не можем так много приглашать, как мы приглашали раньше, мне говорят, ну Виктор, приходится тебе все время проповедовать, мне приходится говорить, но на самом это деле драгоценные, ни один проповедник никогда не сможет хорошо говорить от Бога, если он не умеет слушать. Надо уметь слушать. Мы даже в доме, в семье не умеем слушать друг друга. У нас недавно, когда был киноклуб, мы собирались и смотрели фильм про Яна Гуса, так смешно было, вот собрались родные люди, братья и сестры во Христе Иисусе, посмотрели прекрасный фильм про человека Божьего, нам потом так трудно было, потому что когда началась беседа, была такая проблема, когда говорили мы и не могли слушать друг друга, и я такое сказал, знаете, братья и сестры, мы пообщаемся, каждый скажет свои откровения, потом помолимся, и там так было, там такое, люди не слушали друг друга, мне в конце уже молиться не захотелось, я говорю, так, сейчас все заканчиваем, пьем чай и идем домой, в такой атмосфере молиться это было бы просто юродство, это было бы просто формально, о Господи, благослови всех, мы доходим до состояния, когда уже просто молиться не хочется, так бывает это, почему я абсолютно убежден, что никогда истина ни в каких спорах не рождалась и не рождается, никогда, в спорах только враги рождаются, поэтому Писание и учит нас, избегайся каких-то этих споров, вот этих вот, нет, надо, давай, вот мы сейчас родим истину в споре, ничего мы не родим, потому что обычно в споре, даже когда человек, во-первых, в споре люди сконцентрированы на том, чтобы высказать свое мнение, высказать свое мнение и не воспринимают другое, они настроены, чтобы доказать что-то, к сожалению, так бывает порой и с христианами и вообще с верующими людьми, я не знаю, кто никогда-нибудь сталкивался со свидетелями Яговы, вот с ними в действительности разговор, это как с роботами, вот у него есть определенный набор штампов, которые он должен тебе сказать, и он приходит, и он с одной стороны делает вид, что ты такой важный человек, и вообще твое мнение так ценно, но ты чувствуешь, что он вообще тебя не слушает, он вообще не воспринимает ничего, что ты говоришь, ему надо до тебя достучаться, надо выпалить, высказать все, что он должен тебе сказать, если он это сможет сделать, все удачно, не сможет, ну, черствует, черствует твое сердце, и вот это так очень хорошо видно со стороны, но это очень трудно заметить в себе, когда мы тоже порой бывает встречаемся, начинаем что-то кому-то доказывать, начинаем что-то кому-то объяснять, и во-первых, когда мы что-то, мы не настроены на восприятие, мы настроены только на то, чтобы говорить, чтобы говорить, чтобы говорить, и даже если в процессе спора мы вдруг почувствуем, что позиция другого аргументированнее, чем наша, ну, как это признать в споре, это что, что я не прав всем сказать, да вы что, нет, и человек продолжает спорить, даже уже, когда понимаешь, что может быть, он не совсем прав, но в этот раз достоинство требует доспорить, и вот он начинает говорить, начинает говорить, начинает говорить, а потом мы так удивляемся, пастор, столько всего, а вот Бога не слышал, а у нас с Богом точно так же, мы все время хотим ему что-то сказать, нам все время кажется, что Бог что-то не до конца понимает, и он не совсем в курсе, он, конечно, основное все знает, что происходит в нашей жизни, но кое-что упустил, и мы всю молитву ему объясняем, что Бог, ты кое-что упустил, и это надо срочно исправлять, и что-то бывает доказываем его, и что-то бывает ему объясняем, и что-то там ему говорим, и говорим, и говорим, и говорим, и мы называем это общением, потому что мы так с другом часто общаемся, а потом думаем, ну как же Бог говорит, что-то мы его не слышим, как люди бывают, все говорят, и никто не слышит друг друга, огрубело сердце их, поэтому Священное Писание и учит нас остановитесь, остановись, остановись говорить, остановись доказывать, остановись суетиться, остановись бежать, остановись что-то делать, остановись внутри себя, Остановись. Чтобы воздух вокруг стал прозрачным. Чтобы простор пришел. Остановись. Многие из нас, дорогие, мы просто загнали сами себя. И мы бежим, бежим. И бежим, бежим. И мы думаем, что вот еще чуть-чуть побыстрее, если будем бежать, вот тогда и добежим. И происходит ситуация, как в моей любимой детской книжке «Алиса в Зазеркалье». Когда Алиса бежала, 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 бежала. И чем больше она бежала, тем дальше остановилась цель. И она решила, что бежать надо в два раза быстрее. И вот точно так же мы бежим, бежим. А цель все дальше и дальше. И мы думаем, наверное, надо бежать в два раза быстрее. А сил уже нет. И приходит отчаяние. Поэтому люди бегут, бегут. Они в таком отчаянии. Чего бы у них не происходило в жизни, их уже ничего не радует. Ничего не радует. Ничего не приносит удовлетворения. Даже вроде бы очень так хотел и, наконец, купил. А радости нет. Вещь есть, покупка есть. А радости нет. Ты же вроде бы этого хотел. Да, ты этого хотел. И ты думал, что когда у тебя это будет, ты внутри себя будешь лучше ощущать. И вот у тебя это есть. А лучших ощущений нет. А радости нет. А ощущения счастья нет. Наверное, надо бежать в два раза быстрее. Часто мы решаем. А Бог говорит, надо не в два раза быстрее. Надо остановиться. Остановитесь. И познайте, что я что я Господь. Остановись. Настрой себя на пение цикад. Настрой себя на голос доброго пастыря. Настрой себя на то, что звучит внутри тебя. И ты вдруг видишь, что Бог, Он везде. Он вокруг и одновременно в тебе. И Он точно так же в тебе и одновременно ты в Нем. И Царство Божие внутри тебя есть. И одновременно ты находишься в этом Царстве. ты вдруг понимаешь, что некуда бежать. Он вот здесь. И Он здесь находится с тобой. И Он так сильно любит тебя. И когда ты слышишь Его голос, исполняешь Его голос, ты делаешь самое важное, что можно сделать на земле. Потому что все, что Он говорит тебе, должно быть нравственный закон. То есть это должно быть по любви. Когда ты поступаешь по любви, тогда все имеет ценность. А без любви ничто. Мне нравится один из моих любимых музыкантов Борис Гребенчаков. Он как-то сказал без любви все халтура. Он говорит, я в интернете, вконтакте прочитал, что секс без любви ничто. Он так вот, знаешь, любят такие. Он говорит, а мне интересно было бы узнать секс без любви ничто. А что без любви что? Без любви не только секс, без любви все ничто. Все. И интересно, что апостол Павел в это все включает даже нашу веру. Без любви вера ничто. Если я не имею, помните, всю веру и пророчество, я могу горы предоставлять, великие свержения без любви ничто. И никогда тебе это не принесет ни радости, ни удовлетворения, и развлечения, все ничто. А любовь придает смысл всему. Там, где любовь, там все. Потому что Бог есть любовь. Бог есть любовь. И вот это вот четко-четко, знаете, как знать, не говорят, пастор, а как вот знать, вот его голос, не его голос? Вот я вам скажу, вот это, я думаю, ну ладно, кто услышит, вот когда его голос, вот чувствуешь удивительную атмосферу любви, когда поступаешь, как он желает, такая любовь внутри. Бывает, даже ты поступаешь, как он хочет, и теряешь какую-то земную выгоду для себя, а любовь никогда не теряешь. Вот любовь, она есть. Любовь внутри тебя есть. Любовь наполняет твое сердце. И в конце каждый из нас может и призван пребывать в нем, наполняться им и слышать его. Я думаю, в прошлое воскресенье многие были благословлены, когда мы говорили, вспоминали о Яне Гусе. Да? Когда мы вспоминаем об этих людях. Это как пример людей, которым говорил Бог. Но не надо себя отделять. Мы с вами точно так же можем слышать, наполняться и переживать его. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok